Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем вторую главу второго послания апостола Павла Коринфянам. Она начинается с тех слов, которые являются прямым продолжением того, о чем говорилось в предыдущей главе. Апостол Павел объясняется с Коринфянами, почему он лично не приехал в Коринф, а посылает вместо себя посланника с письмом к общине. Так что я решил не приходить к вам снова с огорчением. Ведь если я огорчаю вас, кто обрадует меня, кроме вас, мной огорченных? Об этом я и написал вам. Я не хотел быть огорченным теми, кому следовало бы, придя, радовать меня. А я настолько уверен во всех вас, что знаю, радость моя – это наша общая радость. Писал же я вам от великого страдания и тревоги сердца и пролил много слез. Не с тем писал, чтобы огорчить вас, но чтобы узнали вы, как сильно я люблю вас. Здесь апостол Павел говорит о том, что радость должна быть совершенной. И в греческом языке вообще слово «радость» этимологически связано с образом путешествия. Радость – это то чувство, которое испытываешь, когда ты открываешь дверь, и на пороге стоит друг. Вот от этой встречи возникает чувство радости, и эта радость должна быть совершенной. И апостол Павел говорит о том, что я не хотел к вам прийти для того, чтобы прийти с огорчением, потому что остается какая-то недосказанность между нами. Это пустяк, сущий пустяк, но он очень огорчает. Поэтому апостол Павел предпочитает сначала написать письмо, и это будет письмо в слезах, слезное письмо, в котором он выразит все свое огорчение, всю свою боль, которую ему доставили к Оринфине. Но все это не для того, чтобы их обидеть и втянуть в свои страдания, но наоборот, для того, чтобы окончательно примириться, потому что примирение уже совершилось, осталось лишь только договорить пустяки и вместе высказать друг другу, что вы пережили в прошлом, для того, чтобы принять друг друга с новой любовью, с новой радостью и с новым миром. Вот каков смысл того, почему он не приезжает лично, но отправляет путника, и почему здесь возникает тема радости. Потому что радость должна быть от радости встречи. Если встреча приносит огорчение, то не имеет никакого смысла. Здесь апостол Павел говорит о том инциденте, который произошел в общине. Нашлись люди, которые поставили под сомнение авторитет Павла как апостола, и более того, распространяли клевету о нем, о том, что пожертвования, которые он собирает, он присваивает себе, что вообще он живет как потребитель, пользуясь плодами рук других людей. И вся эта клевета, как и любая клевета, она очень огорчает и подрывает отношения. Точно так же, как страшнее лжи бывает только полуправда, также и здесь вот есть какая-то ложь, которая всех огорчает. И она огорчила не только большинству общины, а вообще всех, и тем более самого апостола Павла. И вот как община решила этот конфликт. Община этого человека отлучила, исключила из своих членов. Но апостол Павел дальше объясняет своим ученикам, что если примирение произошло, то оно требует возвращения потерянных, исключенных братьев. Иначе это не будет примирения, и радость никогда не будет совершенной. А для него довольно только неодобрение, которое большинство из вас уже выразило ему. Так что теперь вам следует сделать обратное. Вы должны простить и утешить его, чтобы не вергла его в отчаяние непомерная печаль. Апостол Павел говорит о том, что нужно не только принять. И здесь существует понятие прощения и понятие примирения. Прощение — это всегда некий жест. Жест доброй воли, когда человек протягивает руку в знак того, что он готов забыть или хотя бы не помнить зла, или не воспринимать прошлое как некое зло, источник страдания. Примирение — это уже плод и какой-то результат этого жеста. И иногда между жестом прощения и плодами примирения проходит очень долгое время, прежде чем все раны смогут зарубцеваться. И поэтому апостол Павел говорит, вам нужно не только его простить, но тоже дать ему силу, то есть утешение, для того, чтобы это примирение произошло как можно скорее. И чтобы ваши раны исцелились, и его раны тоже все исцелились. Иначе вы будете поступать, как поступает клеветник, обвинитель, сатана. И вы можете его вернуть в отчаяние этой непомерной печалью. Вот почему я прошу вас, уверьте его снова в вашей любви к нему. Совершите какие-то жесты, поступки, которые будут свидетельством вашей любви и которые послужат ему утешением. «Я уже писал вам об этом, чтобы испытать вас и узнать, в самом ли деле вы послушны во всем. А кого вы прощаете, того и я прощаю. Ведь и я, что простил, если было мне, что прощать, ради вас, то простил перед Христом, чтобы не взял над нами верх сатана. Козни его нам известны». И здесь апостол Павел проблематику прощения тоже переносит в какой-то вселенский контекст. В действительности, если люди не способны простить и примириться, это означает, что Христос не воскрес. И здесь прощение и примирение поставлены в прямую зависимость от нашей веры в воскресение Христа. Прямое следствие воскресения – это то, что братья могут друг друга простить и принять с любовью. И здесь апостол Павел фактически передает Евангелие, то есть проповедь Иисуса Христа, но своими словами. Суть в том, что Царство Божие наступит в тот момент, когда все друг другу простят долги, обиды, грехи. Поэтому прощение и примирение – это два божественного действия, которые совершенно тесно связаны друг с другом. Дальше следует молитва «Благодарение Богу за торжество Евангелия». Торжество – триумф Евангелия. «Когда же пришел я в Труаду с благой вестью Христа, Господь открыл передо мной много прекрасных возможностей. Однако на душе у меня было неспокойно. Не нашел я там брата нашего Тита, так что, попрощавшись с ними, отправился в Македонию». Апостол Павел уходит в Труаду для того, чтобы проповедовать воскресшего Христа, и там открываются новые возможности, возникают новые общины, и вести его услышаны. Но его сердце неспокойно. Он огорчен, потому что он ждет, когда Тит вернется из Коринфа и принесет известие от общины. Но вот этой встречи не состоялось, и поэтому апостол Павел по-прежнему огорчен. Он не знает, услышали ли Коринфины его увещевание простить, восстановлено ли примирение и любовь, он не знает. И с этим отяжеленным сердцем он отправляется дальше в Македонию. «Но будем благодарны Богу, который делает возможным для нас во Христе постоянное участие наше в его триумфальном шествии, и через нас распространяет благоухание, познание о себе, где бы мы ни были». И здесь возникает очень интересный образ. К сожалению, современный человек не всегда понимает, о чем идет речь, хотя Коринфини прекрасно знали, о чем идет речь. И от этого эти слова звучат очень пафосно, красиво, но достаточно бессмысленно, что такое триумфальное шествие Евангелия. Коринфини прекрасно понимают, что такое триумф. Триумф – это когда император вместе со своей армией возвращается в столицу, одержав очередную победу. Это такое грандиозное шествие, как парад победы. Впереди идет армия, затем идет император, генерал, военачальники, украшенные венками победы, лавровыми венцами, и за ними идет добыча. Идут пленники, идут рабы, как знак того, что одержана победа. И завершает шествие процессия оружия, которое олицетворяет собой всех тех, кого убили, и поэтому не могут мертвецов здесь показать как подтверждение своих заслуг. Вот что такое триумф. Триумф – это такой парад победы. И поэтому там, где проповедуется Евангелие, там, где появляются свидетели воскресения Христа, и их проповедь приносит плоды, это и есть вот это триумфальное шествие Христа, потому что его воскресенье – это победа, победа над смертью. И другой образ, который здесь возникает, – образ благоухания. Нам тоже это не совсем привычно. Надо сказать, что Римская империя была колоссальным потребителем разных благовоний, потому что они использовались не только в быту, но и тоже в ритуалах. И благоухание – это прежде всего ладан, фимиам, который сжигают для того, чтобы извлечь приятное благовоние, и это благовоние наполняет собой все вокруг. Поэтому в триумфальном шествии, конечно же, генералы и императоры были обвиваемы, окуриваемы этим фимиамом для того, чтобы люди, которые его вдыхают, чувствовали эту победу и ликование. «Ведь мы для Бога воистину Христово благоухание распространяемся и среди спасаемых, и среди погибающих. Для одних мы – запах смерти и к смерти, для других – в жизни запах и к жизни. Кто же на это способен?» Итак, вот этот образ благоухания, надо сказать, что у апостола Павла то же слово «благовоние», «благоухание» употребляется применительно к Святому Духу. Святой Дух – это тот, кто все наполняет своим присутствием, везде сы и вся исполняет. Точно так же, как только где-то воскуряется фимиам, находясь в другом конце помещения, мы чувствуем благовоние, благоухание. Вот точно так же и мы для Бога – благоухание Христа. И другой элемент, который понятен был всем людям, живущим в греко-латинском обществе, богам не нужны кровавые жертвоприношения, им не нужна кровь у животных, им не нужно мясо, но что приятно богам, приятен запах. И поэтому иногда к жертвам примешивали фимиам, для того, чтобы этот запах был особенно приятен, потому что боги питаются этим благоуханием. Это иногда становилось предметом иронии, и над языческими богами смеются о том, что они питаются этими благовониями. Но здесь апостол Павел употребляет этот образ для того, чтобы сказать, что мы с вами, христиане, благовоние, приятное Богу. И всегда это благоухание связано с жертвой, то есть с посвящением. Человек себя посвящает Богу, приносит Богу свою жизнь, и его жизнь, его святость, его праведность. И есть вот это приятное благоухание, которое Бог принимает как жертву, приятную Богу. И поэтому одни люди, которые слышат проповедь воскресения Христа и на приветствие Христосу воскресе, отвечают воистину воскресе, аминь, аллилуйя, они получают жизнь. Те, кто отрицает и считает, что это благоухание для них неприятно, то оно благоухание смерти и к смерти. Поэтому вера — это всегда вопрос выбора. Либо ты говоришь аминь на проповедь воскресшего Христа, либо ты закрываешься, и тем самым это к смерти. И вопрос, который задает апостол Павел, кто же на это способен? Нам кажется, что это риторический вопрос, а риторический вопрос никогда не предполагает ответы. Это просто повод задуматься, отвечать на него не обязательно, потому что ты можешь ответить «да», ты можешь ответить «нет». Это ничего не меняет. Но этот вопрос совсем не риторический. Апостол Павел задает вопрос, кто же оказывается на высоте этого служения? То есть, кто же из нас оказывается на высоте своего христианского призвания быть действительно благоуханием Христа, которое приятно Богу Отцу? И здесь апостол Павел переходит к тем людям, которых мы не знаем, но Коринфины прекрасно понимают, о ком идет речь, вот те лжепроповедники, суперапостолы, которые посеяли смуту в рядах Коринфин. «В отличие от многих, мы, Слово Божие, никакой подделкой не искажаем. Нет, мы искренне от Бога и перед Богом говорим, как слуги Христовы, как служители Христа». О ком идет речь? В языческом мире было очень много философов, которые на площадях, на стадионах обращались с проповедью, проповедовали некую истину. Но для того, чтобы быть услышанными, и для того, чтобы собрать как можно больше пожертвований и приобрести новых адептов, эту истину они очень часто разбавляли, как разбавляют вино водой. И здесь апостол Павел цитирует пророка Исаию, слово «подделкой искажаем». Это цитата из Исаии, это единственный случай, когда этот глагол употребляется применительно к людям, которые продают вино, но для того, чтобы приобрести большую выгоду, они вино наполовину разбавляют водой. И при этом фальсифицируют и запах, и вкус. То есть подкрашивают что-то для того, чтобы выгоднее продать. Вот точно так же и некоторые проповедники, философы искажают истину, заменяют ее подделкой. И вот в отличие от таковых, истинный апостол и апостол Павел о себе говорит, он говорит от Бога, то есть только то, что он принял как предание от других апостолов, от самого Христа, и он это возвещает перед лицом Бога, то есть без всякой лжи и фальши, как истинный и искренний служитель Христа. И еще очень важный момент, любопытная деталь. Как вы думаете, в этом триумфальном шествии апостол Павел где себя помещает? Может быть, среди воинов, которые победоносно шествуют, открывают это шествие, идут впереди, в главе колонны? Нет, он говорит о том, что он лишь слуга и раб, пленник, которого приводят последним в завершение этой колонны, тот, кого силой влекут за этим шествием. Вот что означает слово «служитель Христов». Он не тот, кто ради своей выгоды проповедует Евангелие, он лишь смиренный раб, служитель Христа, для того, чтобы вместе с ним разделить его победу. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.